Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Здравствуйте, ребята! Привет, привет! Сегодня у нас финал, а это значит, что буквально через несколько минут мы узнаем, кто станет победителем в стране безопасности на этот раз. Ребята, вы уже показали себя как очень сильные соперники, практически равные бойцы. Пока лидирует Александра, но у тебя, Александра, всего лишь на одну фишку больше, чем у Егора. Поэтому, честно говоря, мне сейчас даже пока сложно предположить, кто же у нас сегодня станет победителем. Так что я желаю вам успехов и бороться до последнего. Сразу скажу, что в нашем соревновании проигравших ребята не бывает, потому что самое главное – это безопасность ваша и тех, кто вас окружает. А после этих четырех дней о безопасности вы будете знать намного больше. Ну что ж, я предлагаю приступить к нашим испытаниям. Ну а первый наш конкурс, ребята, будет посвящен людям, кто по своей профессии помогает нам в трудных ситуациях. Условия вам знакомы? Я буду вам загадывать загадки, а отгадки вы находите на стенде и на скорость приносите мне. Ребята, поскольку у нас сегодня финал, то за каждый правильный ответ вы заработаете по четыре фишки. И плюс еще две фишки за скорость. То есть шесть фишек за правильный быстрый ответ. Ну что, будем уже побыстрее начинать, чтобы побыстрее узнать, кто же станет победителем. Итак, первая загадка. Темной ночью, ясным днем, он сражается с огнем. В каске, будто воин славный, на пожар спешит... Молодцы, ребята, одновременно. Кто это? Пожарник. Пожарный, Александра, пожарный. Молодцы. Очень быстро и одновременно. Слушайте, сейчас я устану считать вам фишки. Шесть, Александра, твоих. Держи. И тебе тоже, Егор, шесть. Четыре, шесть. Держи. Вторая загадка. Кто пропишет витамины? Кто излечит от ангины? На прививках ты не плачь. Как лечиться, знает... Молодцы, ребята. Иди поднимай магнит, Александра. Кто это у нас? Доктор. Врач, доктор. Правильно. Снова шесть фишек. Ну, молодцы. Очень быстро, ребята. Молодцы. Используйте возможность заработать максимальное количество просто на сто процентов. Вот, шесть тебе. Следующая загадка. Мой папа признался друзьям Ипполит. Почти каждый день на работе свистит. Так он у тебя, вдруг воскликнул Илья, наверное, просто спортивный судья. Да нет, он, подумал Валера, работает просто... Марш! Ребят, кто это? Милиционер. Правильно. Итак, Александра, четыре фишки тебе. Держи. Четыре. Шесть фишек. Егору. Держи, Егор. И у меня есть еще одна загадка. Последняя. Там, где сложный перекресток, он машин-руководитель. Там, где он, легко и просто. Он для всех путеводитель. Кто это? Молодцы. Одновременно, ребята, присели. Кто это, ребята? Гаи. Милиционер. Гаишник. А еще как его можно назвать? Гаишник. А еще? Голицейский. При помощи такой палочки что жезла делает этот человек? Регулирует дорожное движение. Значит, кто он? Регулировщик. Регулировщик. Такое сложное для произношения, да, слово. Держи. Итак, ребята, первый конкурс завершен. Его итоги мы подведем чуть позже. А сейчас наша последняя встреча с нашим хорошим знакомым, детским доктором Артемом Витальевичем. Ребята, привет. Здравствуйте. Мы снова с вами встретились. И я очень рад этому. Вчера мы обсуждали нехватку витамина А. А сегодня я бы хотел поговорить о еще одном важном витамине. Витамине В1. Если в организме человека появляется недостаток этого витамина, то происходит задержка роста, снижение аппетита, страдает также память и нарушается сон. Профилактика и лечение авитаминоза В1, опять же, напрямую связаны с обеспечением полноценного и рационального питания. Ребята, а вы знаете, в каком продукте содержится больше всего витамина В1? Дам вам подсказку. Этот продукт делают из муки, и он бывает белым и черным. Хлеб. Правильно. Правильно, хлеб. Ребята, а для того, чтобы наш организм был богат витамином В1, следует употреблять такие продукты, как хлеб, овсянка, гречка и молочные продукты. А на сегодня это все. Я желаю вам удачи и, конечно же, победы. Ребята, наступило время приступить к нашему последнему финальному конкурсу. Это, ребята, будут вопросы. Ответы на эти вопросы вы уже слышали в один из игровых дней, поэтому тому, кто был внимательен, будет несложно ответить на эти вопросы. Каждый правильный ответ стоит три фишки. Но судить я буду очень строго. Если вдруг ответ будет неполным и вас будут дополнять, то часть фишек перейдет в копилку соперника. Давайте с вами теперь определим, кто начнет первым отвечать на вопросы. Уступим девочке, да, Егор? Отлично. Ну что ж, тогда первый вопрос, Александр, для тебя. Как правильно ухаживать за зубами? Надо их два раза в день чистить. Утром и вечером. Правильно. Вы чистите зубки дважды в день? Да. Значит, вы поступаете верно и хорошо, ухаживаете за своими зубками. Следующий вопрос, Егор, твой. Что такое авитаминоз и от чего он может возникнуть? Это такое, что... Состояние. При котором? При котором что-то... Организму чего не хватает? Витаминов. Витаминов. Так, дальше. Какие признаки, говорил очень подробно Артем Витальевич, о витаминозах, какие признаки могут быть у человека? На лице появляются трещинки. Где трещинки появляются? На губе появляются трещинки. В уголках губ. Да. Так, дальше, Егора, слушаем. А с кожей что происходит? Она бледнеет. Да, она бледная. И опадает. Сухая, шелушится кожа, да? Так, хорошо. Кровоточиться тогда десны. Правильно, начинают кровоточить десны. Значит, организму не хватает катастрофических витаминов. Их нужно подпитать. Ну что, будем делить фишки, Егор? Потому что самостоятельно, полноценно ты не ответил на этот вопрос. Тебе две фишки и две фишки, Александре. Следующий вопрос твой, Александра. В каком продукте больше всего содержится витамина А? Морковь. Правильно. Простой вопрос, но тут важно было, что знала, запомнила и смогла вспомнить. Егор, чем полезен хлеб? В нем есть витамин В. Как этот правильно витамин называется? Не просто В. Циферка там еще есть. В1. В1, правильно. Хорошо. А еще в каких продуктах есть этот витамин? В гречке, в молочных продуктах, в каше. Да, правильно. В овсянке, в частности, да? Хорошо, молодец. Вспомнил. Вот теперь молодец. Все, вспомнил, Егор. Поэтому держи три фишки. И, собственно, ребят, больше вопросов у меня к вам нет. И совсем в шаге маленьком мы остались от того момента, когда мы узнаем, кто станет победителем. Но для этого нам нужно что сейчас сделать? Посчитать фишки. Считаем фишки. И так, ребята, я уже знаю, кто стал победителем. Но вначале хочу, вы знаете, что сказать? Что такого просто огромного количества фишек, как вы, у нас не зарабатывала ни одна команда из 34, которые играли в стране безопасности. Итак, первое почетное место у нас занимает все-таки в упорной борьбе Егор. У тебя, Егор, 90 фишек. И всего лишь на одну фишку, Александра, меньше у тебя. Ты занимаешь почетное второе место. Я вас, ребят, поздравляю и хочу вручить подарки, которые вы заработали. Александра, это тебе поздравляю. Поздравляю. И тебе, Егор, тоже подарок. Ну что, я вам желаю успехов и прощаюсь с вами. А встречи жду с новыми участниками. А место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. Пока-пока. Пока-пока. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Спасибо.